Чем больше посредников и перекупщиков, тем больше надбавка на стоимость товаров. Пока тот или иной продукт или другой товар дойдет от завода-производителя до полок магазина, цена меняется. Мониторинг госзакупок установил поставщиков, которые реализовывали продукты в детские сады с превышенной надбавкой до 505%. В качестве примера есть один из городских садиков, в котором килограмм гречки стоил 1356 тенге, в то время как ее средняя стоимость была 336 тенге. Такая же ситуация была и с сахаром с торговой надбавкой 154%. Эти нарушения были устранены. В настоящее время в перечень СЗПТ входит 19 товаров первой необходимости, как хлеб, мука, рожки, яйца, гречка, рис, молочные изделия, некоторые виды мяса, овощи и соль. С нашей стороны, совместно с Акиматом и Департаментом торговли и защитой прав потребителей, на постоянной основе проводится мониторинг продовольственных рынков на предмет соблюдения порогового значения розничных цен. С начала года по результатам анализа ценообразования на товары установлены непродуктивные посредники в цепочке реализации товаров на рынках и крупных супермаркетах города Ахтубе. Не секрет, что во время паводка в отдаленных селах владельцы магазинов завышали цены. Был дефицит хлеба, муки и других основных продуктов питания. Например, в Уилском и Тимирском районах яйцо во время ЧАЭС продавали по 650-750 тенге за десяток. На тот момент его розничная цена была 550 тенге. А в Мартовском районе килограмм сахара продавали по 619 тенге, тогда как его средняя стоимость была 350 тенге. Также муку продавали по завышенной цене, а именно по 290 тенге за килограмм первого сорта, что было на 126 тенге дороже ее обычной на тот момент розничной стоимости. В департаменте миницировано заключение дополнительных соглашений с 19 детскими садами по действующим договорам о государственных закупках со снижением цен по товарам на СЗПТ. Ход 15 до 30 процентов. Нарушения устранены. В отдельных случаях, воспользовавшись дефицитом продуктов питания в отдельные торговые точки в паводковых населенных пунктах, искусственно завышали цена на продукты первой необходимости. В целях стабилизации и недопущения таких ситуаций на социально значимые товары из областного бюджета выделено 3,9 млрд тенге. Эти деньги предназначены для льготных займов субъектом бизнеса. Подписаны договоры на поставку подсолнечного масла на сумму 252 млн тенге, говядины на 800 млн тенге, муки первого сорта на 190 млн тенге, а также макаронных изделий, сахара, мяса, кур и молочной продукции. По статье «Превышение торговой надбавки» были составлены 78 протоколов административных правонарушений и наложены взыскания в виде предупреждений и штрафов.